добрый день на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале max capital где мы говорим о развитии инвесторского мышления а также о формировании собственных инвестиционных портфелей как я говорю что будем оперативно включаться когда происходит какие-то экстраординарные события думаю что пришла пора еще в какой-то степени прокомментировать вещи которые сейчас у нас происходит у нас несколько сразу произошло таких больших событий первое связано с тем что нагнетается ситуация вокруг украины второе у нас было заседание федеральной резервной системы о процентной ставки сша даже не о процентной ставки то есть там было внеочередное заседание как некая такая реакция на то что инфляция там превысила 40-летний максимум и и поэтому возникает вопрос что со всем этим делать да я естественно могу сказать что я не отвечу сразу на все эти вопросы в данном видео но в течение ближайших двух включений думаю что как раз таки мы поговорим об этих вещах но прежде чем перейти к вопросу о том что же со всем этим делать и хочется поделиться неким таким лайфхаком связанным с тем что когда происходит какое-то экстраординарное событие то у нас на уровне нейробиология мозг устроен таким образом что сначала соответственно нервные импульсы в первую очередь страх опасности они начинают поступать в головной мозг сначала соответственно реагирует самый древний мозг мозг рептилии потом реагирует лимбическая система страх и жадность и только после этого начинают включаться неокортекс поэтому всегда когда происходят какие-то экстраординарные события доллар сильно вырос фондовые рынки упали да то есть возникает желание как у первобытного человека да то есть когда возникает неопределенность когда возникает опасность возникает желание куда-то рвануть да то есть здесь соответственно первая реакция это всегда оцепенение то есть очень сильно мобилизуется нервная система да то есть происходит какое-то экстраординарное событие что же делать и после того когда уходит оцепенение приходит реакция и нужно или убегать или атаковать да то есть отнесение сил то есть что с этим делать почему допустим я сразу же не публиковал информацию потому что мы все так устроены сколько бы ты не знал в любом случае мы понимаем я понимаю осознаю что касается моей собственной реакции то сначала происходит оцепенение в этот же день когда происходит неожиданное событие то есть хочется или скрыться куда-то распродать все или хочется наоборот там атаковать да то есть найти виновных получить информацию зайти на youtube что говорят аналитики почитать какие-то новостные каналы и это в конечном счете приводит к тому что мы принимаем неправильное решение потому что они по сути определены нашими инстинктами они нашим сознанием поэтому первое что нужно сделать это взять паузу возьмите для себя за правило пусть это будет очередным лайфхаком на нашем канале возьмите для себя за правило что если происходит такое неожиданные вещи в вашей жизни не принимайте решение немедленно но естественно если это только не касается вот действительно выживание вас как человека то есть если это прямая угроза какая-то вашей по вашей жизни вашей безопасности туда конечно же тогда нужно реагировать если это касается инвестиций то принимайте решение на трезвую голову и так я постарался объяснить почему оперативно не выходит информация потому что нужно оценить что же происходит на самом деле и давайте соответственно рассмотрим вопрос в порядке их поступление то есть центральный банк россии на прошлой неделе повысил процентную ставку мало того были даны достаточно ястребдые заявления что это не предел повышение процентных ставок что у нас увеличивается инфляционное ожидание увеличивается таргет по инфляции соответственно нас увеличивается вероятность того что это не предел повышения процентной ставки она может быть поднята еще выше Остальные вопросы, связанные с конфликтом на Украине и с тем, что уже было за экстренное заседание Федеральной резервной системы США, будут тоже на этой неделе немного позже. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Ну а давайте сейчас поговорим о процентной ставке в России, что с этим делать, как на этом можно заработать, в чем минусы, в чем плюсы. Первое. Что нужно понимать? Нужно понимать тот факт, что Центральный банк монетарными методами, в первую очередь регулированием процентных ставок, как я уже неоднократно заявлял, таргетирует уровень безработицы и уровень инфляции. То есть для Центрального банка России в первую очередь в приоритете является уровень инфляции. Также много на канале мы говорили на факторы, которые влияют на инфляцию в России, внешние факторы и внутренние факторы. То есть к внешним факторам относятся в принципе политика остальных мировых центральных банков, ситуация на сырьевом рынке, что происходит с ценами на сырьевые товары, глобальная инфляция, каким образом сказывается на России. И есть внутренние факторы, которые как раз-таки относятся в первую очередь к этой геополитике напряженности. То есть различные санкции, различные ограничения, различные конфронтации, попытки наказать Россию за ее там милитаристско настроенное поведение. И то есть есть фактор геополитики. Если говорить о текущем курсе доллара, на котором находимся, то цена доллара должна находиться где-то в диапазоне 60-65. То, что мы наблюдаем в настоящий момент, он прыгает в диапазоне 75-80. То есть вот нужно понимать, какая сейчас геополитическая премия за риск присутствует в валюте. Если брать индекс Бигмака, тоже об этом уже говорили, то по индексу Бигмака, прийти ты покупательской способности, доллар вообще там должен стоить 24-25 рублей. Поэтому сейчас получается, что из-за того, что есть геополитика, из-за того, что есть вероятность, ну то есть есть заявление со стороны Евросоюза, со стороны Америки, что мы примем такие санкции, что вам они не снились. Даже с 2014 года мы не применяли, они будут более жесткими. Соответственно, на этом фоне санкции касаются в первую очередь экономических возможностей, то есть в первую очередь экономики, потому что отдельных лиц мы не будем комментировать. Что касается экономики, это, соответственно, ограничения, которые могут быть наложены на российские банки по работе с валютой. Вопрос отключения от СВИФТа, вплоть до того, что может быть, если мы говорим о экономических реалиях, ограничить экспорт России углеводородов, да, в первую очередь касается нефти и газа. И, соответственно, если экономика российская сырьевая, и это коснется экспорта российского, то, конечно же, в этом ситуации российские компании смогут продавать российские углеводороды. Бюджет не будет получать денег, российская экономика начнет падать, люди будут себя чувствовать плохо, и это может привести к каким-то существенным политическим изменениям. И иностранцам, соответственно, это не нравится. То есть риски начинают расти. На этих заявлениях международные инвесторы начинают выводить денежные средства из российских активов. При этом, если говорить, куда выводится, выводится в Бразилию. То есть та сумма средств, которая была в течение последних двух недель, выведена с российского рынка. И падение с начала года составило 10%. Сопоставимые суммы зашли на бразильский рынок, и бразильский рынок как раз-таки с начала года вырос на 10%. То есть это говорит о том, что экономики сопоставимы, и там, и там сырьевая экономика, но рисков в Бразилии геополитических меньше, чем в России. И поэтому мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем то, что у нас начинает укрепляться доллар, потому что продаются российские облигации, продаются российские акции. Получают за это рубли, рубли конвертируются в доллары, и, соответственно, в моменте возникает значительный спрос на валюту, и это приводит к тому, что курс доллара растет. С фундаментальной точки зрения, опять-таки, это ничем не объясняется. И вот эта логическая цепочка, когда мы говорим о развитии инвесторского мышления, то есть я хочу, чтобы она у вас была сформирована. То есть когда возникают высокие геополитические риски, продаются российские активы, рубли продаются, покупаются доллары, доллары выводятся, соответственно, на другие рынки, и это приводит к росту доллара. И поэтому, когда мы говорим про инфляцию, а инфляция – это внутренний фактор инфляции, то есть геополитические риски, связанные с инфляцией, то есть у нас инфляция сейчас, она обусловлена не монетарными вещами, то есть не тем, что у нас люди стали зарабатывать больше, а они как раз-таки обусловлены тем, что курс доллара значительно растет, и помимо самих по себе факторов, связанных с ростом инфляции, еще и растет вот этот монетарный фонд, то есть связанный с тем, что выросли геополитические риски. Как на этом заработать? Что в этом случае нужно предпринять? Что можно делать? Но, опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я бы говорил о том, что это имеет смысл рассмотреть. Вопрос принятия инвестиционного решения остается на ваше усмотрение. Как я смотрю на эти вопросы? Ну, во-первых, я считаю, что мы достаточно близки по процентным ставкам. Еще повышение будет. В любом случае повышение еще будет. И поэтому, как я это говорил в предыдущих роликах, март месяц, март-апрель, конец первого квартала, это как раз будет хорошее время для того, чтобы покупать российские облигации. Я смотрел большое количество комментариев в Ютубе, когда говорили, Максим, где ты видишь двухзначную доходность по российским облигациям. То есть ничего подобного нет. Но я не стал всем отвечать в комментариях. Давайте отвечу сегодня в видео на этом. Я говорил о том, что мы это увидим в первом квартале. Первый квартал – это январь, февраль, март месяц. Мы сейчас находимся на середине февраля. И поэтому, когда я говорил, что, ну, то есть, простраивая эту логическую цепочку, я объяснял, что пик по инфляции мы увидим в первом квартале. Соответственно, в первом квартале мы увидим максимальное со стороны Центрального банка России ужесточение кредитно-денежной политики, максимальное повышение процентных ставок. Но если процентная ставка уйдет там в район 9-10%, то в этом случае облигации, среднесрочные российские облигации, будут иметь двузначные цифры доходности от 12% до, возможно, 15% на длинном конце кривой доходности по облигациям. В любом случае геополитика со временем будет уходить, мировая инфляция находится на высоких значениях, цены на сырьевые товары находятся на высоких значениях. То есть, реально эффективный курс рубля, который устроит, в принципе, правительство в текущий момент, находится где-то на уровне 70-72. Где-то от этих уровней, скорее всего, и будут происходить покупки. И поэтому можно говорить о том, что это нужно использовать. То есть, это будет по мере ухода вот этой геополитической напряженности, опять станут привлекательными операции Carry Trade. Центральный банк будет снижать процентную ставку. Вы сможете заработать на падение доходности облигаций. То есть, потому что облигации будут расти непосредственно в цене. И это вот первый момент, который стоит использовать непосредственно для себя. Второй момент. Дивидендная доходность. Дивидендная доходность от российских компаний, кто непосредственно не отменял. Можно говорить о том, что Сбербанк, Газпром, это акции, которые интересны к покупке. Возможно, еще волатильность будет достаточно высокая. Если говорить про уровни, я бы покупал Газпром на значениях ниже 300. Где-то в район 270-285 рублей. Вот диапазон, который для себя непосредственно выставляю. Потому что там по 310 Газпром уже у меня куплен непосредственно был в портфеле. Там самый минимум не поймал и не ставил себе задачи поймать. Если будет вторая просадка, да, еще просадка в пределах 10-15% можно докупаться. Если не произойдет, ничего страшного. В этом случае просто я буду тот кэш, который у меня непосредственно еще есть, я буду его использовать для того, чтобы покупать облигации федерального займа. Потому что здесь доходность для меня более понятна. Из акции второго эшелона, что можно включать в качестве дивидендных историй, это опять-таки неоднократно уже называлось и такое имя, как Росагра, можно посмотреть на акции Распадской, можно очень внимательно присмотреться к акциям Мечелла. С Мечеллом все непросто. С Мечеллом там есть определенная специфика в компании, что умудряются в четвертом квартале рисовать убытки. Пока сейчас по отчетности, которую мы наблюдаем, очень привлекательные цифры по доходности могут составить. Точно двузначные цифры в два раза выше инфляции. И поэтому эти акции можно включать в свой собственный инвестиционный портфель. Вот так я, наверное, ответил бы на текущий момент. Если у вас остались вопросы, что касается процентной ставки, какие-то переживания, какие-то дополнительные комментарии требуются, пожалуйста, оставляйте комментарии под данным видео. Обязательно на них ответим. И еще раз призываю подписаться на канал, для того, чтобы в ближайшее время получить ответ на вопрос, а что же там Федрезерв, а мое мнение по поводу ситуации на Украине. Я не то, что политолог какой-то, который прогнозирует. Мы просто посмотрим, а что же происходит на самом деле. То есть, правда или нет. И если вам интересно мое мнение, обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить новые видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok